Детство у всех должно быть одинаковым, ярким, веселым, с большим количеством друзей. И неважно, какая у тебя семья, благополучная или не очень, сегодня в гости к ребятам из столичного социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних пришли их ровесники из детского сада номер 106. Делай добро, и оно к тебе вернется. Эту истину дети осваивают с помощью взрослых. Если кому-то хуже, чем тебе, помоги. Игры, танцы и коллективное творчество. Все это оставляет уйму впечатлений. Но самое главное здесь – простое живое общение. Юные волонтеры с удовольствием учат лепить своих ровесников фигурки из соленого теста. Все с увлечением погрузились в процесс. Делаем стебель. Колбасочку. Надо присыпить. Намочили. Намочим. Легкое и умелое движение рук и тесто превращается в цветы, зверей, птиц и растения. Все это помогает развивать мелкую моторику, фантазию и художественный вкус. Еще один мастер-класс по оригами. Бумага, казалось бы, простой и доступный материал. Однако, вооружившись своим неистовым желанием, можно создать настоящее искусство. Мы делали розочку. А из чего? Из бумаги. Тебе понравилось делать розочку? Нет. А почему понравилось? Потому что это красиво. Потому что можно это кому-нибудь подарить. А кому ты хочешь подарить? Вспитатель. У каждого из ребят получилось свое особенное творение. Они с гордостью демонстрируют это всем. В нашем активе такие акции, как «Подари посылку солдату», «Вырасти цветок для ветерана». А сегодня «Солнышко в ладошках» мы принесли для детей этого реабилитационного центра. Научили их делать поделки из соленого теста, из бумаги. Я думаю, что мы им подарили сегодня улыбку и добро. Мы стараемся ежемесячно проводить такие акции, сотрудничая с разными детками. И с родителями, и с детьми, которые не посещают детский сад. В центре же отмечают. Здесь по-прежнему ждут добрых, неравнодушных людей. Готовых посвящать свое время ребятам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Вы знаете, мы до последнего момента все это держали в секрете. Чтобы дети себя вели так, как они постоянно себя ведут. Чтобы они были такими же открытыми, непринужденными. Вот сейчас это были дошкольники у нас, которые не посещают на данный момент детский сад, пока не проживают здесь. И постоянно они находятся только друг с другом, общаются. Им, конечно, это приятно. И вы, наверное, заметили, с каким интересом они включились в эту коллективную работу. И они всегда ждут этих детей. Всегда. Так море добра и позитива подняли настроение всем участникам этой встречи. Рифат Фадкулин, Анастасия Лангина, Денис Ноздрюхин, Республика.